Господа боятся, вот в чем начало познания. Слушайте, сыновья, наставления Отца, Внимайте, набирайтесь ума. Ведь я учу вас добру, Не пренебрегайте наказом моим. Были отец с матерью и у меня, Было я для них любимцем ненаглядным. Вот как отец поучал меня, Сохрани в сердце мои слова, Соблюдай заветы мои и будешь жить. Приобретай мудрость, обретай знания, Не забывай и не отвергай того, что сказал я. Не покидай мудрость, и она сохранит тебя, Люби ее, и она обережет тебя. В чем начало мудрости? Обретай мудрость, чтобы ты не копил, Накопи разумение. Оцени мудрость, и она вознесет тебя, Прославит тебя, если обнимешь ее. Великолепный венок на главу возложит, Принесет тебе сияющий венец. Выслушай, сын, и прими мои слова, И продлятся годы твоей жизни. Путь мудрости укажу тебе, Направлю дорогой прямой. Пойдешь, не собьется шаг, И если побежишь, не споткнешься. Держись этих правил, Не оступайся, храни их, Ибо в них твоя жизнь. На дорогу нечестивых не вступай, Не следуй по пути злодеев. Сверни с него, не ходи по нему, Пройди стороной, ступай мимо. Ведь им не спится, Если не сотворили злодейство, Глаз они не сомкнут, Если кого не погубили. Ведь питаются они злодейством, Как хлебом, И пьют насилие, как вино. Путь благочестивых, Как свет зари, Что разгорается ярче С приходом дня. А путь нечестивых во мраке, И неведомо им, Где споткнуться. Сын, прислушайся к моим словам, К речам моим будь внимателен, Да не ускользнут они от тебя, Сохрани их в глубине сердца, Ибо станут они жизнью для того, Кто обрел их, Будут для плоти целительны. Оберегай свое сердце пуще сокровищ, Потому что оно – источник жизни. Отвергни лживые слова, Лукавство от уст своих гони, Пусть глаза твои смотрят прямо, Пусть будет взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу, И все пути твои будут безопасны. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, Отступись от зла. Сын, выслушай мою мудрость, В мысли мои вникай, Чтобы исполнится прозорливости, Чтобы знания твои уста хранили. Источают мед уста чужой жены, И текут, как масло ее речи. Обернется она горечью полынной, Лезвием меча обоюдоострого. Ее стопы спускаются к смерти, Шаги направлены к шеолу. О дороге жизни она не помыслит, Как зыбки ее пути сама не знает. Так послушайте меня, дети, И слов моих не отвергайте. Держись от нее подальше, К порогу ее не приближайся, А не то потратишь на чужих свою силу, На безжалостных годы своей жизни. Твоей силой насытятся другие, Чужому дому пойдут твои старания. И вздохнешь ты в конце своей жизни, Когда плоть твоя увянет и иссохнет. Зачем пренебрегал я наставлениями, И упреки отвергало мое сердце? Зачем я учителей не слушал И наставникам не внимал? Еще шаги меня опозорят Пред людьми, при всем народе. Пей из своего водоема, Черпай из своего колодца. Зачем твоим водам проливаться на улицах, Растекаться по площадям? Оставь их себе одному, Не делись чужими. Да будет благословен твой родник, Да будет в радость жена юности твоей. Лань, любимая, козочка милая, Ее грудь утолит тебя во всякое время, Любовь к ней пьянит тебя непрестанно. И зачем сын мой опьяняться чужой женой, Обнимать стан замужний? Ведь открыты Господу все пути человека, Все дороги людские он ведает. Нечестивый попадет в сети зла своего, Запутается в собственных грехах, Погубит его недостаток воспитания, Избыток глупости с пути собьет. Сын мой, если ты поручился за другого, За чужого порук удал, То на собственном слове ты попался, Собственным словом был пленен. Что угодно делай, сын, Но избавься, ибо ты теперь в чужой власти. Падай в ноги, умоляй, не отставай, Гони от себя сон, глаз не смыкай, Спасайся, как газель от погони, Как птица от ловца. Лентяй, ступай к муравью, Поучись у него мудрости. Нет над ним ни вождя, ни старосты, Ни правителя. А он с лета запасается пищей, И в жатву копит припасы. Сколько можно лежать, лентяй? Не пора ли от сна очнуться? Еще чуть поспишь, подремлешь, Еще посидишь, сложа руки, И придет к тебе бедность, как бродяга, Нагрянет нужда, как грабитель. У негодяя и злодея ложь с уст не сходит, То он подмигнет, то ногой притопнет, То пальцами знак подаст. В его сердце порок, в его мыслях зло, Раздоры он разжигает. За это нагрянет к нему беда, Погубит нежданно и безвозвратно. Шесть вещей ненавидит Господь, А седьмая для него мерзость. Заносчивый взгляд, лыживый язык, Руки, проливающие невинную кровь, Сердце, что замышляет злодейство, Ноги, спешно бегущие ко злу, Лжесвидетель, дышащий ложью, И тот, кто сеет раздоры меж братьями. Сын, храни отцовский завет И не отвергай материнского наказа. Носи их всегда в своем сердце, Надень, как ожерелье на шею. Пойдешь, они поведут тебя, Ляжешь спать, будут хранить тебя, Проснешься, заговорят с тобой. Ибо заповедь – светильник, Учение – свет, А строгое наставление – путь жизни. Они уберегут тебя от дурной женщины, От льстивых речей чужой жены. Не тревожь свое сердце ее красотой, Не пленяйся взмахом ее ресниц, Ведь блуднице цена ломоть хлеба, А за чужую жену заплатишь жизнью. Можно ли скрыть огонь за пазухой И не подпалить одежду? Можно ли пройти по горящим углям И не обжечь ног, Так и с тем, кто ходит к чужой жене, Не останется безнаказанным, Кто ее коснулся? Не строго судят вора, Что украл с голоду, Чтобы только поесть, А все ж поймают, Возместит всемера, Все свое имущество отдаст. Не достает ума прелюбодею, Готовит он собственную гибель, Побои и бесчестия ожидают его, И позор несмываемый, Ибо ревность сжигает мужа, И он не пощадит в день мести, Не согласится ни на какой выкуп, Не смягчится, сколько ему не сули. Сын, храни мои слова, И мои наказы береги, Соблюдай мои заветы, И будешь жить, Мой наказ береги, Как зеницу ока, Носи их, как перстень, Запиши на скрижале сердце, Скажи мудрости ты мне, Сестра, И с разумением породнись. Субтитры создавал DimaTorzok